Минобороны Российской Федерации опровергла публикации об уничтожении российских вертолетов в Сирии. Официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Коношенков рассказал, что все российские боевые вертолеты в Сирии выполняют плановые задачи, потерь среди личного состава нет. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. Коношенков таким образом прокомментировал публикации ряда СМИ со ссылкой на компанию «Стретфор» с утверждением о том, что на авиабазе в районе Тиаса провинция Хомс якобы уничтожено подразделение российских вертолетов и два десятка грузовиков. Между тем, неназванный источник в Сирии сообщает, что вертолеты на авиабазе под Пальмирой повреждены в результате пожара. Винтовые машины Российской Федерации, дислоцированные на авиабазе Т-4 в городе Тиасе, неподалеку от Пальмиры в сирийской провинции Хомс, были повреждены в результате возгорания, передает РИА Новости. Формирование, составляющее костяк курдской оппозиционной группировки силы демократической Сирии, начали наступление на город Рака, административный центр одноименной провинции. Как сообщает ТАСС, в части вышли из района Айн-Иса. К вечеру они уже были в 50-60 километрах от Раки. По данным сирийских СМИ, наступление на столицу исламского государства планируется с трех сторон. Курдов поддержит авиация международной коалиции. Цель наступления – отрезать террористов от турецкой границы, где находятся их базы снабжения. Их хотят заставить уйти на юг. В турецкой провинции Ван взорвался армейский броневик. Шестеро военных погибли, еще двое пострадали. Об этом сообщили в турецком генеральном штабе. Как сообщает ТАСС, причиной взрыва стала бомба, заложенная террористами на дороге Ван-Агры. Тридцать солдата погибли на месте. Еще трое умерли позже. В больнице двое военнослужащих, получивших ранение, находятся на лечении. В регион, где произошло ЧП, направлены ударные вертолеты и самолет-разведчик. В Греции проходит эвакуация мигрантов из стихийного паточного лагеря «Идомени». Там, по самым скромным подсчетам, находятся до 8 тысяч человек. Операция началась ранним утром, в ней задействованы 700 полицейских. И к настоящему моменту уже удалось эвакуировать почти 2000 беженцев. Переселенцев размещают в новых лагерях вблизи города Солоники. По сообщениям властей, операция займет не менее 10 дней, если не будет протестов или провокаций. Тысячи мигрантов оказались заблокированными в Греции из-за того, что соседняя Македония закрыла для них свои границы. Несмотря на ужасающие условия пребывания в лагере «Идомени», беженцы не соглашались переехать в другие пункты размещения, в надежде, что граница все же откроется, сообщает телеканал «Россия-24». Названы имена 14 российских спортсменов, в основном легкоатлетов, допинг-пробы которых, взятые во время Олимпиады 2008, якобы дали положительный результат. Список опубликовал телеканал «Матч-ТВ». В числе атлетов, попавших под подозрение обладателей медалей, например, метательница копья Мария Абакумова, бегун Денис Алексеев, прыгунья в высоту Инна Чичерова, ранее Международный Олимпийский комитет перепроверил 454 допинг-пробы. Взятые на летних играх в столице Китая. В результате запрещенные препараты обнаружили у 31 спортсмена из 12 стран, передает Россия-24. Казахстанским новостям. Суд Атырау вынес приговор двум теперь уже бывшим полицейским, грабившим гастарбайтеров из Узбекистана, сообщила пресс-служба суда. Согласно информации пресс-службы, распространенной во вторник, оба признаны в мошенничестве и грабеже, и им назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы каждому с пожизненным лишением права занимать должности в правоохранительных органах. Также бывшие сотрудники полиции лишены званий. По версии следствия, с июля 2015 года ныне осужденные задерживали граждан Узбекистана и, представлявшись сотрудниками иммиграционной полиции, проверяли их документы. Затем запугивали и отбирали мобильные телефоны и деньги, говорится в сообщении. В итоге они открыто ограбили пятерых граждан Республики Узбекистан. Общая сумма похищенного составила свыше 800 тысяч тенге, сообщается в информации. К местным новостям о газификации, водотеплоснабжении и электрификации населенных пунктов области накануне говорилось на брифинге в инфоцентре. На этот раз отчитывался исполняющий обязанности руководителя областного управления энергетики и ЖКХ Амантай Бикниязов. На сегодняшний день износ теплосетей по области составляет 62%. При этом в самое ближайшее время чиновники планируют сократить этот показатель на 20%. В текущем году финансирование в сфере ЖКХ сокращается. Теперь власти намерены развивать данную сферу за счет привлечения инвестиций на основе государственно-частного партнерства. Уже рассматриваются проекты по модернизации уличного освещения и канализационных сетей. Также в текущем году будут реализованы 12 проектов на сумму 14,9 миллиардов тенге по газификации сел Комсомол, Талдысай, Янбек, Алтендыр и Ушкудук. Рассвет села в руках молодежи. Под таким лозунгом в октябре прошел первый приграничный слет сельской молодежи. В нем приняли участие молодые сельчане из Актюбинской, Атараусской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Казалардинской и Костанайской областей. Посетили слет и гости из России, Башкирии и Оренбургской области и даже из Голландии. Международное мероприятие открыл Аким Актюбинской области. Бердебек Сапарбаев рассказал о трех основных государственных программах поддержки молодежи. Главное, как отметил глава региона и делегаты мероприятия, не останавливаться на достигнутом, а в ходе таких слетов решать проблемы и придумывать новые идеи для более активного участия молодежи в сельскохозяйственной жизни страны. Это были все новости к данному часу. За развитием событий следите в дневном выпуске программы «Факт», а также на нашем сайте www.rikotv.kz. Продолжение следует...